Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня готова вам сказать правильные ответы на загадки, которые прозвучали в прошлый раз. Итак, первая загадка была такая. Башмаки из камня, шляпа из бересты. В воде стоит, а на земле падает. Правильный ответ – это сеть. Следующая загадка. Течет, течет, не вытечет, бежит, бежит, не выбежит. И правильный ответ – это река. Поздравляю всех тех, кто догадался. Молодцы! Но сегодня у нас будут не загадки, а будет задачка. И задачка не из простых. Когда-то давно, в 1911 году, она появилась в учебнике арифметики. Представляете себе, сколько много людей пытались ее отгадать. Ну, конечно, отгадывали, ответ был. А вот мы сейчас вместе попробуем ее с вами решить. Итак, на этой лодке нам надо перевести на соседний берег всех наших героев. Вы видите, человек, крестьянин, капуста, корова и волк. Но в лодке всего лишь два места. И надо сделать так, чтобы не оказались вместе ни в лодке, ни на берегу корова и волк. Знаете, почему? Я думаю, что знаете, да? Конечно же, волк съест корову. Чтобы не получилось так, что у нас где-то оказались капуста, например, и корова. Потому что корова любит капусту. Итак, мы начинаем. Человек садится в лодку и перевозит с собой на другой берег. Нет, пожалуй, наверное, он все-таки посадит с собой корову. Самое главное, он перевозит корову. Он перевез корову. А теперь он отправляется дальше. Например, он посадит с собой волка и везет сюда. Высаживает волка. Но, чтобы волк не съел корову, корову он забирает с собой и везет обратно. А здесь он высадит корову и посадит с собой в лодку, возьмет с собой в лодке капусту. Вот сейчас у нас здесь оказалась капуста, волк. Ну, а теперь, конечно же, самое главное – это корова. Смотрите, мы решили с вами трудную задачку. Вот она, корова, и вот он, довольный крестьянин. Вам было сложно, но я думаю, что это интересно. Правда? Давайте мы сейчас с вами попробуем подумать, а какую же роль в жизни человека играет лодка. Ведь на самом деле действительно можно было на ней и перевозить груз, и рыбачить, и отправляться в путешествия. А еще, если посмотреть на это окошко, представьте себе, как важно было человеку дождаться своего близкого, родного, и можно было, глядя в окно, и провожать, и встречать. Наверное, это действительно так. И эта выставка помогает не только узнать историю старинных предметов, но и понять, как люди жили раньше друг с другом, как выстраивали свои отношения, и как в этом помогали им самые разные предметы и орудия труда, ну и даже лодка. Спасибо вам большое за внимание. Всего вам самого доброго. До свидания.